Повесть «Кортик» Рыбаков Анатолий Наумович, часть 5, 7 группа Б, глава 63, письма. «Как вы сказали?» – переспросила старуха. Миша повторил. «Не знали ли вы Владимира Владимировича Терентьева, офицера флота? Он учился в морской академии». «Терентьев Владимир Владимирович...» Старушка задумалась. «Нет, не знала такого». «Как же вы не помните, мама?» – сказала тетя Соня. Она подняла ведро и теперь, вмешавшись в разговор, поставила его обратно. От этого помои еще больше расплескались. «Это несчастный Вальдемар, муж Ксении!» «Ах!» – старушка сплеснула руками. Миша бросился поднимать упавшие на пол карты. «Ах, Вальдемар, боже мой, Ксения!» Она подняла глаза к потолку и говорила, нараспев. «Вальдемар, Ксения, боже мой, несчастный Вальдемар!» И неожиданно спокойным голосом добавила. «Да, но он погиб». «Меня интересует судьба его семьи», – сказал Миша. «Что же?» – старушка вздохнула. «Знавала я Вальдемара и супругу его, Ксению Сигизмундовну, тоже знавала. Только давно это было». «Простите», – Миша встал. «Как вы назвали его жену?» «Ксения Сигизмундовна?» «Сигизмундовна?» «Да, Ксения Сигизмундовна. Красавица-женщина, красавица-картина». «Ее брата вы не знали?» – спросил Миша. «Как же!» – с пафосом ответила старушка. «Валерий Никитский, блестящий офицер, красавец. Он тоже погиб на войне. Мамашу Владимира Владимировича, эту самую Терентьеву, как ее, Марию Гавриловну, скажу по правде, я недолюбливала. Неприятная женщина из простых. Впрочем, нынче простые в моде». «Вы не знаете, где они теперь?» – спросил Миша. «Не знаю, не знаю». Старушка отрицательно покачала головой. «Вся их семья странная, загадочная. Какие-то тайны, предания, кошмары». «Возможно, вы знаете их прежний адрес?» «В Петербурге жили, а адрес не помню». «Адрес можно узнать?» – сказала вдруг тетя Соня. Она стояла у самой двери с ведром в руках. «На его письмах к папе есть обратный адрес». «Но разве в таком хаосе что-нибудь найдешь?» «Я вас очень прошу», – сказал Миша, переводя умоляющий взгляд с бабушки на тетю Соню и с тетей Сони на бабушку. «Я вас очень прошу. Знаете, родственник пропал без вести?» Он скачал со стула. «Я вам помогу. Вы не беспокойтесь. Только скажите, что надо сделать. Я вас очень прошу». «Найди ему, Соня, найди», – благосклонно проговорила бабушка, снова принимаясь за карты. Тетя Соня колебалась, но представившаяся возможность отложить выливание помоев взяла, видимо, верх. Она поставила ведро обратно в лужу и показала Мише, что делать. Он передвинул шкаф, комод, влез на рояль, снялся от шкафа ящик, за ним корзину. Тетя Соня нагнулась над корзиной, вытащила из груды бумаг пакет, на котором потускневшими от времени чернилами было написано «От В.В. Терентьева». И вручила Мише. «Большое спасибо», – сказал Миша, надевая шапку. «Большое спасибо». «Пожалуйста, молодой человек, пожалуйста», – проговорила бабушка, не отрывая глаз от карт. «Заходите к нам». Сжимая в кармане пакет с письмами, Миша выскочил на улицу к дожидавшимся его ребятам.